Здравствуйте, я Боминов Григорий Вячеславович, активист профсоюза действия. Есть такой межрегиональный профсоюз работников здравоохранения и действия, представленный в большинстве регионов нашей страны. Первичная профсоюзная организация есть и в владейном поле. Она создана для спасения районной медицины. Вы все знаете, что в районе уничтожено инфляционное отделение. Нет многих специалистов. Сокращаются медицинские сестры и санитарки. И теперь за многими видами медицинской помощи приходится ехать очень далеко. Это и областная больница, это и селушь с кардиологическим стационаром и роддомом, это и токсово-сожоговым центром. В общем, для того, чтобы оказать медицинскую помощь, надо проезжать 250-300 километров. И сами понимаете, насколько муторно здоровому человеку преодолеть это расстояние в комфортабельном автомобиле и насколько это тяжело становится любому пациенту, если у него острая боль или острое состояние. Но вы представляете, что испытывают больные с травмами, кардиологические больные преодолевают эту дорогу, когда каждый километр пытка, а таких километров 250-300. Особенно тяжело переносит дорогу больные кардиологического профиля, когда приходится останавливаться каждые 30 километров, нормализовать его состояние и снова продолжать движение. И в такие моменты становится понятно, насколько важно, на каком санитарном автотранспорте осуществляется такая вот перевозка. Понятно, что срок эксплуатации техники это 5-7 лет. 5-7 лет для той техники, которая работает 8 часов в сутки, то есть обычный нормальный рабочий день по Трудовому кодексу Российской Федерации. Но для санитарного транспорта, который использует служба скорой помощи, этот санитарный транспорт работает 24 часа в сутки. И понятно, то, что годно для 5 лет, не годно для 5 лет на скорой помощи. То есть там, где 5 лет умножаем смело на 3 и получится вот они 15 лет. То есть если для обычного транспорта пробег 200 километров, 200 тысяч километров это считается, ооо, не уж сколько много, то наш санитарный транспорт именно в ладейном поле пробегает эти 200-250 тысяч километров за год. То есть для газелей, которые пробежали миллион километров буквально за 4 года, это просто финиш и предел. То есть те санитарные автомобили, которые есть в ладейном поле, то есть если вы видите эту газель, то она уже пробежала под миллион километров. И она просто не способна перевозить ничего, не говоря уже о пациентах. И вместо того, чтобы решать проблемы, главный врач Егоров, этот механик Пронничев, начинает бороться с активистами, с теми людьми, которые указывают на явные недостатки в этой неотлаженной системе. Одним из таких активистов является Воронов Леонид Полуэктович. Это человек с горячим сердцем, который привык рубить правду матку прям вот так вот в глаза. Он ветеран военных действий в Демократической Республике Афганистан, не привык отсиживаться за спинами. И вот с ним решили побороться. Естественно, Воронов Леонид Полуэктович не особо ориентирован в этих всех хитростях юриспруденции. Ему насочиняли три выговора и выгнали с работы. Вот так вот решила администрация избавиться активиста, а не решать проблемы на месте. Не так давно в Ладейно-Польскую больницу поступили новые санитарные автомобили, но сотрудники скорой помощи продолжают работать на тех же ведрах, потому что из-за расхлябанности руководства Ладейно-Польской больницы, из-за расхлябанности администрации комитета Ленинградской области эти машины не вводятся в строй. И в такой ситуации Ладейно-Польский район лишился активиста, который просто не позволял замалчивать вот эту вот ситуацию. Напоминаю, что суд по восстановлению нашего активиста Воронова Леонида Полуэктовича состоится 22 мая, но возникает резонный вопрос, а надо ли доводить дело до суда? Может быть уволить этого главного врача и механика, которые равнодушны к жителям Ладейно-Польского района, пациентов, которые перевозят на такие большие расстояния, 250-300 километров, и в пути может возникнуть из-за этого непонятного автотранспорта любое осложнение? Может быть их надо уволить? Всех жителей Ладейно-Польского района неравнодушны к данной ситуации, неравнодушны к судьбе, к собственной судьбе, к судьбе пациентов, которые перевозят на столь длинные расстояния, просим подключиться к данному делу. Всех неравнодушных жителей Ладейно-Польского района просим проявить свою гражданскую позицию, присоединиться в борьбе первичной профсоюзной организации. Требования у нас достаточно простые. Первое. Срок службы санитарного автотранспорта в Ладейном поле и Ладейно-Польском районе не больше трех лет. Второе. Восстановить на работе активиста профсоюза действия Воронова Леонида Полуэктовича. Третье. Прекратить давление по профсоюзному признаку на любого активиста. Вот такие требования логичные и понятные для всех. Присоединяйтесь к нашим требованиям, к нашей борьбе за сохранение медицины в Ладейном поле и Ладейно-Польском районе. Ну и будьте здоровы. А пока, пока.